В очередной раз с огромным удовольствием приветствуем вас из города Слуцка. Сегодня здесь, на этом поле, местная команда впервые играет в Кубке Беларуси, уже в статусе команды высшей лиги. В гостях с Лучаном приехала, пожалуй, одна из главных медийных команд первой лиги, футбольный клуб Кромкочи. Линия защиты здесь есть любопытный момент. Новичок команды Куаджа Исо, номер второй, появился в составе Слуцка. Бамба и Куба, номер одиннадцатый, Сергей Глебко, номер семнадцатый, Игорь Бабко, номер двадцать третий, Вадим Мелько, номер четвертый. Это средняя линия Исо, знаю толком, могу и без номеров, то здесь переходи на помощь. Глебко, удар выше. Он справится с лидерскими обязанностями, и все будет хорошо. За атаку Слуцка, Мелько, еще один удар, но пока проблемы видишь с выходом из обороны у твоих парней. Бабко на углу штрафной, потом входит в нее, не очень удачный пас получился, у Зубовича еще хуже. Так вот результаты, он уже начинает какие-то подсказки давать своим игрокам. Зубович штрафной, здорово, одного убирает, второго Зубович! В каждом матче команда во втором тайме раскрывается, это уже ни для кого не секрет на самом деле. И если не ошибаюсь, до матча с Днепром ни одного второго тайма команда не проиграла, к слову. Вот, видишь, какая интересная информация. Я лишь добавлю после этого Бабко! О, Господи! В моментах все очень бодренько, мне кажется. Но я тебе скажу, когда в прошлом году Слуцк дебютировал в высшей лиге, и болельщики безусловно соскучились по футболу такого уровня. Смотрим, атаку Зубович чуть срезал. Он пошел на двух игроков сразу же. Мелько есть возможность для удара, точно в руки Костюкевичу. Ну, собственно, Максим Тарик сейчас отдал на Иванова. Здорово этот парень играет. Срывает овации под защитник Слуцка. Второй номер Куаджа Исо. Глебко справа пытается раскачать соперника. Бомба с разворота! И зацепится, и за проход в следующий раунд. Глебко затылком бил. Ой, опасно! Значит, срезался в ворота. Егор Зубович оказался в нужном месте, в нужное время. Наконец-то все-таки... Видел моменты, либо нас, не слышал. Я думаю, что команда должна раскрываться, потому что Крумкачам уже точно терять нечего, нужно забивать. Да, и Слуцка уже не так опасно. Хороший удар был. Сейчас будет смотреть, кому подавать. Отдает на Андрея Залескова. Залеска сюда на Лошенкова. Он такую роль играет разыгрывающего, если баскетбольную терминологию применять. На Глебко мяч попадает, мешкается с ним Сергей. Может быть, первым косарем надо было бить, как сейчас Алисейка сделана. Филипп Иванов будет подавать. Штрафной Сергей Ковальчук. Подача... Нет. Залески первым мячом оказался. Миша Горнок пытался выбить мяч. Господи, что творится на стадионе? Бабко слева, с долей у Лиза Глебко. В одно касание до 1-0. Слуцк укрепляет свое преимущество. Воронов. Ну, в воротах, как раньше, Женя Костюкевич. Слева в защите Максим Жибуль. По центру в защите Ковальчук и Гаев. Мелько будет исполнять этот стандарт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это Сергей Светинский. Да, кстати, у тебя просят рассказать о легионерах. Да, я все-таки оттягиваю этот момент. Ну, давайте, да, потиху. Я не думаю, что сейчас они начнут. Каждый по голову забьет, чтобы было о них повод рассказать. Сибаи с мячом. Вдоль сегмента идет. Скидывает на Куруловича. Новичок нашей команды относительный, который пришел к нам из Узды. Он был там лучшим нападающим второй лиги. Так что приобретение это хорошее. Курлович выше слета решил пробить Вадима. Илья Пухов, которого знает наверняка судская публика. Веренич Александр и Шунто Денис, который также является председателем команды. Он тоже в резерве? Да. Ох! О-о-о-о! В штрафной площади соперника. Бабко в центре. Дзинько первый раз с мячом встречается в этой игре. Алисейка. Пятка элегантно играет. Бамба. Курлович. Хорошо не взаимодействует с Баббой с пенальти. Да ладно? Это Паненко, да, наверное? Ну, мая. Его арийский Паненко. Что ты думаешь за то что-то получится? Жалко, что нет хорошей жизни. Кроме того, что вперед начали тянуть. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Вот видишь, здорово подбираются твои ребята к штрафной площади. Пытаются что-то придумать. Но нет ни последнего пасса, ни удара какого-то такого конкретного, чтобы аж зарядил так от души. Ну, возможно, как раз не хватает Сергея Кошеля того самого. Ой-ё-ё-ё-ё... 4-0. Это как раз таки у нас забил Синин Сибаи номер девятый. Ты можешь раскрыть некоторые трансферные тайны вашего клуба? Да. Златан действительно такое сказал. У нас момент опасный. Мелько над крестовиной мяч пролетает. Вы понял мысль Мелько. Разыграют сейчас два футболиста с Луцкой этот корнер. Андрей Залеский. Он может и пробить отсюда, что и делает. Ну да, я думаю, все-таки наш с тобой всего лишь рекомендарий был полезен. Он может быть в большей степени в плане рассказа о Крумкашахе и как, возможно, эталонного популяризации, так сказать, своей команды не в глобальном смысле. Ой-ой-ой, отличный момент может быть! Ну! Это Лисько. Отлично, конечно, играет врата из Луцка. Мы по-прежнему атакуют Слуцк довольно широко. Алисейка справа. Там, кажется, целый сектор поддержки Димона. Ой-ой-ой! Костюкевич! Женя Костюкевич! Какой сейф! Матч в составе Ворона сейчас как раз умещает. И он... Сегодня лучшим безоговорочно, мне кажется. Заработал пенати, сам его реализовал. Все! Пенати свисток! Я благодарю...